Вы, наверное, не знаете, что у нас во Франции очень много популярных русских имен. У нас такие имена, которые считаем красивыми, поэтому мы даже даем нашим детям русские имена. И первое имя, которое приходит мне в голову, это Анастасия. Да, я не знаю именно почему, но это имя, оно звучит как будто кто-то из аристократов. Он звучит очень по-русски, то есть это самое женское русское имя для нас. Но в любом случае, мы, можно сказать, что мы украли ваше имя. И у нас есть некоторые француженки по имени Анастасия. Но вы знаете, что во Франции Анастасия, мы неправильно его произносим. То есть у меня был огромный шок, когда я узнал об этом, потому что я всю жизнь произносим по-другому Анастасия. А как мы произносим Анастасия? Мы произносим Анастасия. Это не будет С-А-З. И у меня реально еще раз был огромный шок, потому что я всю жизнь думал, что правильно это Анастасия, а на самом деле нет. Это Анастасия. У меня были некоторые подруги в школе по имени Анастасия. Да, и они не были русские. Француженки. Чистые француженки, это значит, что у нее мама француженка, у нее папа француз и русских корней нет. Тоже у нас во Франции нет коротких имен. Поэтому все Анастасия во Франции, они просто Анастасия, они не Настя. Они даже не знают, что Настя это короткое имя Анастасии. Они не знают об этом. Я не знал об этом, и они тоже не знают об этом. Была такая смешная ситуация, потому что у нас тоже короткая версия Александра, тоже более-менее популярная во Франции. То есть у меня один друг, его зовут Саша. Просто Саша. Не Александр. Просто Саша. И он жил в Праге, как я уже сказал, сто, даже тысяча раза. В Праге очень много русских, очень много русскоговорящих. И поэтому каждый раз, как он встретился с кем-то из России, из Украины, и он сказал, что ему зовут Саша, они все думали, что он Александр, что он русский. На самом деле нет. Нет, он тоже чистый француз и каждый раз. Люди сразу начали говорить с ним на русском языке, и он типа, нет, не понимаю вас, не понимаю вас. Потому что он не говорит по-русски просто. Да, то есть у нас тоже просто Саша. Еще раз, я не говорю, что у нас нет коротких имен во Франции. Ну, это просто в этих странах, это более-менее официально. То есть, все Анастасия, тоже Настя. Вот. У меня имя Орельян. У меня много коротких имен, например, Орель. И когда я учил в школе испанский язык, мне очень часто, меня очень часто звали, как Орелья, ну, типа по-испански, ну, вот. Потом у нас тоже Владимир более-менее популярный. То есть, у меня были, наверное, два друга по имени Владимир в школе. Но еще раз, мы произносим это по-французски, не по-русски. И какая разница между Владимир по-русски и Владимир по-французски, это французский R. То есть, Владимир, да. Не Владимир, а Владимир. Потом у нас тоже Александр. И Александра очень популярное имя у меня. Очень, как сказать, близкая подруга. Ей зовут Александра. И на самом деле она учила китайский язык в школе. Потом она переехала за год в Китай, чтобы учить китайский язык. И там они все думали, что она русская. Это было невозможно для них понимать, что даже если ей зовут Александра, то она французенка. Они не понимали это. И Александра по-французски звучит как Александра. Александра. И на самом деле Александр, Александр. На самом деле Александр, я даже не знаю, как можно его, ну, это правильно произносить по-русски, потому что я так привык к французскому произношению. Произношению. Произношение. Произношение. Поэтому я всегда говорил Александр. И сейчас не знаю. Это как Александр. Но это тоже популярное русское имя во Франции. У нас очень много мужчин по имени Александра. Потом у нас будет французские версии русских имен. Например, Юлия будет Жюли. Екатерина будет Катерин. Иван. Это тоже более-менее популярное русское имя во Франции. Потом Дмитрий. Но по-французски это будет звучать как Дмитрий. Типа мы добавим И. Не сразу Дмитрий, но Дмитрий. У нас, конечно, французские версии русских имен. Но я не очень хочу их все говорить в этом видео. Потому что я реально хочу вам сказать. Те имени, которые мы произносим почти как по-русски. Но с маленьким французским акцентом. Потом есть, конечно, Петр. Который будет, который будет как Пьех. Но это даже звучит совсем по-другому, я думаю. Пьех это тоже очень-очень популярное имя во Франции. На самом деле Пьех, то Петр по-французски значит камен. Небольшой анекдот для вас. Но я заметил, что на самом деле в России, в инстанкт-гестрано, французские имена не очень популярны. Например, Орелин. Орелин, который очень-очень популярное имя во Франции, в Италии, в Испании. У вас такого имени нет в России. А скажите мне, если вам интересно узнать про русские имена, которые на самом деле совсем не популярны во Франции. Которые я никогда не слышал до того, как я начал учить русский язык. Если вам это интересно, тогда напишите это в комментариях. И мои дорогие подписчики, это все для этого видео. Спасибо за просмотр и до свидания.